Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Церковь Гермуш в Урфе в Западной Армении вновь подверглась разграблению. Путин и Макрон обсудили арцахский вопрос. Армения должна сохранить красные линии в переговорах с Турцией. Тюрколог. Праздник Йозгата в Западной Армении. Какие проблемы есть у научного центра Качар? Руководитель проводит итоги работы за прошедший год. В Каринтак церковь святой Аст-20 Арцаха подвергается вандализму. Армянская церковь Гермуш в провинции Халиле, штат Урфа, Западной Армении, построенная в XIX веке, брошена на произвол судьбы. Историческая церковь восхищает своей красочной архитектурой. Обещания восстановить церковь, которая все еще стоит в XXI веке, так и остались в воздухе. Никаких работ по сохранению или восстановлению храма не проводилось. Церковь, которая была разграблена после геноцида армян в 1915 году, сейчас является целью охотников за сокровищами. Не только эта церковь, но и могилы были снесены, школы разрушены, а поселения стерты с лица земли. В окрестностях села остались только остатки монастырей святого Ованеса, святого Фадея, святого окопа и святого Минаса. Россия и Франция подтвердили важность работы сопредседателя Минской группы ОБСЕ в урегулировании арцахского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с Мануэлем Макроном. При обсуждении ситуации вокруг Арцаха была подчеркнута позитивная роль российских миротворцев, которые обеспечивают соблюдение режима прекращения огня и помогают людям вернуться к мирной жизни. «Мы подтвердили важность сопредседателя Минской группы ОБСЕ в решении гуманитарных, социально-экономических вопросов в регионе», – сказал президент Российской Федерации. Макрон также представил результаты недавней видеоконференции с президентом Совета Европы, Шарлом Мишелем, лидерами Армении и Азербайджана. В переговорах с Турцией Армения должна строго придерживаться своих красных линий и ни в коем случае не переходить их. Такое мнение высказал академик Армении тюрколог Рубен Сафрастян. Геноцид армян, его признание, арцахский вопрос, Карское соглашение – все эти вопросы и проблемы тесно связаны с идентичностью армянского народа, причем как в Армении, Арцахе, так и в Западной Армении. Необходимо учитывать интересы наших соотечественников в изгнании. Думаю, нашим властям было бы неплохо обсудить с ними ход переговорного процесса с Турцией, – сказал он. Ратификация декларации Шуши, по сути, придает легитимность уже существующей координации Анкарой своих шагов в сторону Армении с Баку. Так или иначе, турки и азербайджанцы не откажутся от общей цели видеть арцах в составе Азербайджана, и они будут всеми силами добиваться этого. Лично я не вижу никаких перспектив для Армении в нынешнем процессе нормализации отношений с Турцией, – заключился Фрастян. Власти Турции и Азербайджана принятием Шушинской декларации 2021 года хотели заменить Шушинскую декларацию от 17 декабря 2004 года Национального Совета Западной Армении. Армяне и Озгадского района Западной Армении придают большое значение традиционным армянским праздникам и всегда отмечают каждый из них. Это фестивали и ритуалы часто представляют собой уникальные представления, которые могут различаться в зависимости от географического положения деревни, города или округа, статья полностью доступны по ссылке на нашем официальном сайте. В оккупированном Шуши, потеряв материалы исторического значения и все библиотечное имущество, собранное и научно разработанное научным центром Качар, в течение 14 лет сейчас для восполнения нехватки стало приоритетным улучшением расширения сайта Качар, что позволит фонду сделать всю информацию об арцахе доступной для исследователей. Об этом заявил президент научного центра Качар, доцент Магер Арутюнян, касаясь деятельности организации в 2021 году. По словам Арутюняна, при поддержке Министерства образования и науки опубликован сборник материалов международной онлайн-конференции, посвященной столетию геноцида армян в Шуши, в которой с новыми фактами рассказывается геноцидная политика Азербайджана и факты преступления азербайджанцев в Шуши и других армянских населенных пунктов. В марте 2021 года пользователь по имени Карабах Хонор разместил на своем YouTube-канале видео, где видно, что церковь Святой Ас-20 в Каринтак, перешедшая под контроль Азербайджана после 44-дневной войны, подвергается вандализму. Об этом пишет сайт, занимающийся мониторингом культурного наследия Арцаха. На видео четко видно, что престол церковной Скинии разбит внутри храм, перевернут вверх дном. Азербайджанские солдаты взбираются на Скинию, оскверняют ее и входят в хранилища, которые также перевернуты вверх дном. В соответствии со четвертой статьей Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, любые акты вандализма, кражи, враждебность или мести запрещены. Такой акт считается международным преступлением в соответствии со статьей 15. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.